Всем привет! С вами Таня Генерал и это канал Субъективно об Америке. Сегодняшнее видео будет результатом совместного творчества блогеров из нескольких стран мира. В этом видео мы собрали информацию о стоимости основных пяти базовых продуктов в разных странах мира. Давайте для начала представлю вам всех участников этого проекта. Приветствую вас, друзья мои! Сегодня мы снимаем совместное видео со многими блогерами из разных стран мира. Тема видео 5 основных продуктов питания, которые популярны в наших странах. То, без чего нельзя обойтись почти каждый день. Я расскажу вам о питании в Италии, что популярно, что мы едим, какое наше примерное повседневное меню. Конечно, в цифру 5 именно трудно уложиться, потому что в нашей стране питание более разнообразно. Ну, расскажу коротенько сжато, как я смогу. Hello! Guten Morgen! Guten Tag! Grüß Gott! Внимание, внимание! На связи Юг, Германия. Итак, задача найти 5 продуктов, наиболее потребляемых в Германии, я хочу сказать, очень сложная. Потому что немцы вообще любят покушать. И очень и очень плотно. А если учитывать, что сейчас Германия просто многонациональная, то найти именно 5 продуктов, которые больше всего на расклад покупаются, еще сложнее. Но если вы мне все-таки доверяете, то я на свой и только на свой вкус выбрала 5 продуктов, которые относятся к национальной кухне Германии. Всем добрый вечер! У нас сегодня будет совместный проект нескольких каналов с разных концов света. Его тема цены на базовые продукты, в моем случае в стране Израиль, там где я проживаю. А сейчас я хочу показать вам те продукты, которые я выбрала, базовые продукты, которые я выбрала для моей страны, для Израиля. И я хочу сводить вас в продуктовый магазин, чтобы показать вам мои ценники на эти продукты, чтобы вы посмотрели, какие у нас там цены на эти базовые продукты. Поэтому пошлюте. Здравствуйте, мои дорогие зрители! И тема видео. 5 базовых продуктов в Греции. Сравниваем цены в разных странах. Как вы можете догадаться, на каналы участников проекта можно перейти по ссылкам, которые отображаются, когда отображаются эпизоды этих участников. И точно так же, конечно же, я добавлю их в описании и в комментариях. Ну, а теперь поехали! Расскажу вам о моей части света, о стоимости пяти основных продуктов в городе Хьюстоне, штат Техас, Соединенные Штаты Америки. Время года весна, конец февраля, валюта доллар, единица измерения фунт, который равен примерно 0,46 килограмма или чуть больше. Магазин, в который мы отправляемся, это мой самый любимый магазин, продуктовая сеть, которая основана здесь у нас в Техасе, которая гордится тем, что они продают почти только местные продукты, и они своих сотрудников называют не работники, а партнеры. Магазин называется H-E-B, мой постоянный магазин, где я всегда все покупаю. Ну, что я? Поехали, на месте все посмотрим. Очень трудно оказалось выбрать те самые пять продуктов, потому что в каждой стране мира они, конечно же, отличаются, несмотря на то, что мы пытались собрать это все с русскоговорящей аудиторией. Тем не менее, пребывание в какой-то конкретной местности накладывает свой отпечаток. Поэтому в моем случае это будут яблоки, молоко, хлеб, яйца, курица, гречка. И в соревновании на обсуждение подобного вида продуктов победила квашеная капуста. Но с квашеной капустой у нас, к сожалению, не очень хорошо, поэтому в моем случае я покажу вам огромный выбор салатов и салатных листьев, которые американцы употребляют в большом количестве. Ну, может быть, примерно так же, как мы употребляем квашеную капусту. Итак, тадададам! Яблоки! Как видите, выбор яблок огромен. Я бы сказала, что можно их увидеть практически в каждой тележке, когда я стою на кассе. Это значит, они довольно популярны. Это, наверное, самый распространенный фрукт. Стоимость может начинаться где-то от 98 центов за фунт и заканчиваться в районе 3-5 долларов. Особой сезонности замечено не было. Скорее, цена варьируется от акций в магазине. Чаще всего те самые мои любимые Honeycrisp, которые так похожи на яблоки Дюшес, они стоят 3,48, но иногда бывают 2,20, а иногда даже 1,90, и тогда я их набираю очень много. Самые простейшие это Fuji Apple, которые могут стоить от 98 центов до доллара 20. И Gala, Gala, да. Как видите, яблок много, на любой вкус, цвет и кошелек, одно яблоко в день, и никакие доктора вам никогда не понадобятся. Так же, как и квашеная капуста для русского человека, зеленые салаты и разнообразные листья для американцев являются иконой правильного питания. Считается, что если ты добавил к своему чему-нибудь со страшно жареному в жире парочку листиков салата, то ты уже молодец, ты свою жизнь спас и будешь жить долго и счастливо. Салатных листьев в Америке насчитывается вариантов 20 или 30. Я думаю, что все они где-то примерно дальние родственники, эти салаты друг к другу. Наверное, отличается только шпинат, который из другого семейства. И еще здесь я заметила манеру есть свекольные листья. Салатных упаковок бывает очень много, от семейного огромного размера до маленького размера. Стоимость примерно 1,20$ за 1 фунт. На любой цвет, вкус и кошелек нарванные, целые, нарезанные, смешанные с другими листьями в одиночестве. Огромные размеры, маленькие размеры. Каждому дается возможность почувствовать себя живущим правильной жизнью, ведущим правильный здоровый образ жизни. Ну что, это же так просто. Добавьте к любой вредной еде ваш салатик и будет вам счастье. Ну а теперь поговорим об источнике белка. Курицы. Курица в американском магазине варьируется от 78 центов за фунт до 5-6 центов за фунт. У меня есть подозрение, что вот эти вот посыпанные большим количеством специй куски курицы, которые здесь у нас лежат за 78 центов за фунт, они являются останками тех полноценных крупных куриц, которые по какой-то причине не были проданы. Прошел срок их реализации, поэтому их быстренько нарубили на куски, засыпали специями, уложили в эти красивые подложки и стали продавать за гораздо более низкую цену. Потому что, как вы видите, в отделе, где курицы еще в должной кондиции, стоимость их немножко выше. Порядка 3-4 долларов за полкилограмма за фунт. Вы можете здесь видеть, что курицы отличаются маркировкой, и некоторые из них имеют гордое название «оргеник», по что я лично не верю, не устаю это повторять. Я считаю, что все это разводка и маркетинг. Но, как говорится, каждый из нас выбирает сам, во что верить. Курицы, как вы видите, как везде в нормальной стране мира, продаются разные, разнообразные запчасти. К сожалению, какие-то внутренности, типа желудков или печенки, купить довольно сложно. Печенка еще когда-никогда бывает, желудки – это вообще большая редкость. Только, например, в китайском магазине, в среднестатистическом американском супермаркете, в грошеристоре купить такие запчасти невозможно. Но бывает иногда, для чего-то они нужны. Ну, желудки. Иногда бывает, вдруг захочется желудки куриные. Так что, видите, с курицей у нас тоже все нормально, упаковки разного размера, от огромных семейных до маленьких холостяковых. Стоимость начинается от 78 центов и заканчивается 4-5 долларами, если курица той самой гордой марки Organic. Та-да-да-дам! Отдел молока! Честно скажу, я молоко не покупаю и не пью, но так как уговор есть уговор, поэтому молоко тоже вошло в мой список. Как вы видите, большой выбор молока. Молоко без лактозы, молоко без жира, молоко без молока, молоко из миндаля, молоко из сои. Все, что хотите. Молоко, которое продается в больших упаковках, которые называются галлон, это примерно 4 литра, как вы видите, стоит порядка 4-5 долларов. Маленькие упаковки, литровые упаковки, стоят порядка 1,20-1,80 в зависимости от марки. Опять же, если там гордое название Organic, если там гордое слово, что оно без того или без сего, или с чем-то очень полезным, что я опять же считаю, что это сплошная разводка и маркетинг, но тем не менее, кто я такая, чтобы говорить, как им жить. Вот, пожалуй, все и о молоке, наверное. Это мы покупаем молоко в магазинах в том штате, который славится тем, что у нас здесь коров примерно столько же, сколько и жителей. Очень хочется надеяться, что хотя бы какое-то из этого молока сделано местными коровами и куплено у местных производителей. Но, к сожалению, ни на одной из коробок я такой информации не нашла. Вот интересно, что бы американцы сказали на идею вообще пить молоко из-под коровы? Они бы сказали. Так, пойдем дальше. Яйца. Ну, яйца как яйца, ничего в них особенного нет, кроме того, что продаются они привычной для американцев системой расчетов. 6, 12, 18 и 24. Как вы видите, упаковка из 12 яиц может быть куплена за 1,80$. Точно так же здесь есть и органики яйца, и неорганики яйца. Яйца, яйца в прозрачных коробках, яйца белого цвета, яйца коричневого цвета. На любой вкус, цвет и кошелек, выбирай любой, какой тебе только нравится. Что мне особо понравилось? Это, конечно же, уже готовые яичные белки в готовой упаковке. Я сама никогда ими не пользовалась, и даже не знаю, для чего бы они мне могли пригодиться. Но сама идея сервиса мне очень нравится, когда для ленивых, для занятых, все уже продумано, кем-то за нас сделано. Только доставайте ваши денежки, платите, пользуйтесь и наслаждайтесь продуктом. Это были яйца. Очень быстро и коротко. Наверное, вам неоднократно приходилось слышать жалобы на американский хлеб от эмигрантов. И это чистая правда. Тот хлеб, который продается в отделах хлеба, это ужасная гадость, которая требует помещения ее в тостер. Это, в принципе, нормальный американский путь, потому что американцы почти все едят с хлебом. Но совсем не так, как мы привыкли это делать. Они почти любое блюдо кладут между двумя ломтиками хлеба, прожаренного в тостере, и делают из этого тост. Таким может быть завтрак, таким может быть обед, таким может быть ужин. Никто не считает это перекуской или едой в сухомятку, это нормально. Поэтому выбор такого хлеба, как вы видите, огромен. Белый, красный, синий, фиолетовый в крапинку заявлен, полнозерновой, цельнозерновой, органик и всякие разные. Но по-прежнему вся та же ватная гадость. Стоит, как видите, от 2 долларов такой хлеб. Но не все так фатально. На самом деле любой уважающий себя магазин теперь имеет свою собственную пекарню, где выпекается более-менее приличный хлеб, который очень вкусный, но все равно по-прежнему совсем не полезный. Чаще всего этот хлеб из полубелой, полузерновой муки с добавками разных фруктов, овощей, семечек, специй. Бывает, что заявлено, что даже неочищенное зерно, не ободранное зерно. Как вы видите, стоимость тоже примерно от 2,5 долларов, начиная за такую вот какую-то булочку. В таких отделах, конечно же, хлеб гораздо вкуснее. Но опять же, ничего полезного в нем по-прежнему нет. Та же самая залипуха для живота. Так, стоп. Это видео у нас не про полезную еду, а про стоимость продуктов. Таня, остановись. Ну и, наконец, гречка, о которой так скучают все переехавшие, приехавшие и понаехавшие. Как вы видите, гречка в Америке тоже есть. И не обязательно в русских магазинах, которых у нас, например, в Юстоне один или два. Доехать туда это целое дело, целое путешествие, потому что он расположен в центре города. И не так уж сильно я люблю гречку. Но, тем не менее, факт остается фактом. Гречка тоже есть. Продается она в отделе специй и разных рассыпных чаев и разных таких вот деликатесных штучек. Стоит она, как видите, два с лишним доллара за фунт. Немножко отличается от привычной нам гречки. Она не обжаренная здесь. В силу этого, я слышала, народ жалуется, что если готовить ее традиционным способом, то есть на медленном огне в течение часа, то она превращается в кашу. Но вообще, конечно, странно ожидать от каши, чтобы она превратилась во что-то еще. И сетовать на то, что каша превращается в кашу. Честно говоря, я не совсем поняла юмор. Но, тем не менее, я, честно сказать, не знаю, как ее готовят здесь. Я ее просто заливаю на ночь кефиром или йогуртом. Это у меня такой собственный способ употребления гречки. Говорят, что этот способ помогает сохранять максимальное количество железа в крупе. И он повышает уровень железа. А что нам еще нужно, как невысокий уровень железа для наших трудовых свершений? У меня на сегодня все. Это вся информация об американских продуктах. Хочу напомнить вам, что подобные же видео сняли еще несколько блогеров из разных стран. Ссылки на эти видео будут сейчас тоже в комментариях. И в последнем экране, который вы увидите, когда будет играть веселая зажигательная музыка. Спасибо вам, что вы со мной. Заходите на каналы этих девочек. Посмотрите материалы о стоимости продуктов в других странах. Не забудьте поделиться моим видео. Подпишитесь на мой канал. Впереди у нас очень много интересного. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok